Всем привет! Меня зовут Роман и у меня на обзоре крайне редкий для наших широт корпус. Это Leon Li U11 Dynamic Mini. С двух сторон в пленках ни холяра его не возьми. Хоть обмажься этими помпами внутри. Этого недостаточно. А может быть даже кобели. Хотя нет, что я несу? Минусы? Да, они здесь безусловно есть. Что довольно забавно. Довольно плотно сидит, просто. И это, конечно, достаточно серьезное испытание для того, кто решится его делать сам. Вентиляция вот таким... Классный корпус. Мне нравится. Ну то есть, да-да, те корпуса, которые в нашем регионе не продаются практически никак. Почему? Потому что они сюда практически никак не ездят. Для того, чтобы вы правильно понимали. Вот этот кейс. Малыш стоит где-то баксов 150. Его доставка сюда еще 150. И в этом его главная проблема. Но сейчас не об этом. Сейчас перейдем к внутрянке. И что у нас тут такого интересного? Для того, чтобы его просто открыть, придется его сразу, конечно, половинить. Вот прям сразу. Вот посмотрите, сколько сзади вообще в принципе болтов с накатной головкой. Вот прям вот столько. И это, конечно, достаточно серьезное испытание для того, кто решится его делать сам. Панелька алюминиевая. И у меня сразу есть к ней вопросы. Вентиляционные отверстия. Они достаточно маленькие. Расположены довольно редко. Ну и это минус. Вентиляция вот таким... Вот такой вот решеткой затруднена процентов на 50. И это ну как бы... Нет. Под ней у нас фильтр на магнитной основе. Здесь сеточка попроще, но еще минус 50 процентов. Как итог, вот этот бутерброд практически не продувается. То есть он поток режет процентов на 30. Ну и если, ребята, вы используете такой корпус и у вас вдруг не вдох с этой стороны, то от магнитного фильтра смело избавляетесь. Дальше он разбирается достаточно весело. Передняя панель. Завесики видите? Ну и снизу. Стекло. Ну как бы... У нас не универсальное. Да, оно во второе положение не становится. Так что не перепутаете. Специально проверил. Вдруг кому-то будет интересно. С двух сторон в пленках. Ни холяра его не возьмет. Вторая панель. Завесики уже чуть другие. Снизу такие направляшки. Сверху то же самое, что у маленького стекла. Сейчас мы перейдем к конструкции. Я пока снял все панели. Поскидываю. Потому что все самое интересное, как обычно. Инсайт. Так. Еще одна алюминиевая панель. Подчеркиваю эту. Довольно плотно сидит. Просто ну на таких вот. Тоже алюминий. Тоже отверстия, которые порежут 50 процентов потока. Интересно, что отверстия с двух сторон. Здесь у нас блок питания и корзина с кордами. Здесь у нас все остальное потенциально. Еще два магнитных фильтра для вот этой вот части. Ответная часть для них. Для, возможно, установленного вот сюда радиатора. Здесь у нас сзади все тоже довольно просто. Корзина под накопители, которая закрыта панелькой. Которая, в свою очередь, отдай. Прикручена. Больше болтов. Которая вообще типа hot swap. Типа, типа отдай. Все новое. Сидит плотно. Ай-яй. А ну да, я зря этот болтик выкрутил. Понял, принял. Моя ошибка. Корзинки без виброгасителя. Виброгасителем, наверное, может быть только сама пластиковая. Направляющая, которая стоит в металлических салазках. Ну, будем считать, что этого недостаточно. Довольно толстая сталь. Примерно в один миллиметр. Отверстие и под SSD диск, и под жесткий диск. И прям на две штуки. Их сюда можно поставить. Их тоже достанем. Корзины две. Но это как бы не все. Это я только разогрелся. Сама корзина здесь держится на четырех болтиках. Мне вообще в принципе ничего из себя суперинтересного не представляет, кроме одной маленькой детали. Сейчас я посмотрю, есть здесь это или нет. В EVA точно есть. А вот в обычном минике надо разобраться. Снять нам мешает эта панель. Вот эта панель. Это еще два посадочных места с гордой надписью Лиан Ли. Здесь уже крепление, как вы видите, похитрее. Но это еще два посадочных места под накопитель. Вот прям вот так. На них в замочке вешаются накопители. Пожалуйста. Пластина. Корзина. Корзина абсолютно стандартная. Есть вентиляционные отверстия. Здесь, к сожалению, нет никаких креплений под вентиляторы. Хотя могли бы быть. То есть если здесь оформить все это дело немножко иначе, можно было бы поставить сюда 40 или даже 60 миллиметровые вентиляторы для сквозного продула. Но здесь ничего из этого не сделать. Ну окей. Это просто к тому, что в более новых версиях это уже появилось не в мини, а в EVO. Давай снимемся. Есть три вот таких штуки. Называются мягкие стяжки для проводов. Чтобы показать вам провода, их придется, к сожалению, отстегнуть сначала от корпуса, потом от себя. Корпус новый, поэтому этот перчаток. Опять же, чтобы ничего не царапать. Что у нас такого интересного внутри? Внутри у нас кабеля передней панели, а может быть даже кабели. Ладно, пусть будут кабели. Тип-C на передней панели. USB 3.0. Для передней панели USB 2.0 отсутствует. Правильно, на панели 2.3.0, один тип-C. Ну или он же USB 3.2 Type-C. Передняя панель и аудио. Фронтальная, которая выполнена в виде одного, по всей видимости, комбинированного разъема. Рядом никаких изображений нет. Кнопка включения, тип-C 2.3.0. Все довольно просто. Но и это еще не все. Странно было бы, если было бы все. Так просто не снимешь. Много болтов. Но снимается даже вот эта вот штука. Она стеклянная и она снимается. То есть она просто вверх выезжает, как и обычные панели. Для того, чтобы это сделать, нужно открутить очень много болтов. Вот прям очень много болтов. Жаль. Но это пока еще не все. Фильтр. Ага. С боковым удалением. И вот этот фильтр гораздо выше качеством, чем все остальное. Это, как можете обратить внимание, нейлоновый фильтр, который создает минимальное количество препятствий воздуху. Ну, просто посмотрите на просвет. Нейлон и обычный магнитный фильтр. Зачем вот эти фильтры вообще сказать довольно тяжело? Если уж начали делать вот такие фильтры, то они в корпусе должны быть такие все. Опять же, фильтр сверху выглядит довольно странным. Потому что концепция этого корпуса предполагает продув снизу, то есть отсюда забор воздуха через самый эффективный фильтр, который у них есть, самый классный. Продув насквозь и выброс вверх. Возможно, какой-то забор воздуха отсюда, ну, либо дополнительный расход. Но размер, диаметр отверстий и, как говорится, количество воздуха, которое туда может попасть ввиду конструктивных особенностей, невысоко. Ну и, соответственно, с этим ничего толком не сделаешь. То есть вот эта вот часть, она позволяет на себя поставить, кстати, двухсекционный радиатор. Вот это вот все. Но эффективность всего, что будет сюда установлено, будет сильно зарезана вон той крышкой. Но это еще не все. Здесь у нас задняя часть, которая может собираться в самых разных конфигурациях. Прямо сейчас у меня стоит кастомная корзина. Да-да, вот это не заводское. И это кастомная корзина для установки видеокарты боком. Вот у нас полка, Razer, Gen 4, между прочим. Ну и вся задняя стенка является модульной и позволяет устанавливать материнские платы разного размера. И вообще все это дело делать очень по-разному. Понимаете? А, низ надо снять. Не выйдет так. Окей, снимаем аккуратненько. Вот она корзина, которая стоит еще баксов 80. И вот он кусок штатной корзины задней. И обратите внимание на то, как он исполнен. Раз, два и три. Вот так вот. Для чего? Что здесь такого хитрого? Данная штука может быть собрана, ну например, вот так. Ну и сверху. А, да. Вам, наверное, плохо видно. Например, вот так может быть собрано. Ну то есть вот прям вон есть отверстие, куда болты попадают. Все прям, все как надо. Может быть собрано вот так. Может быть собрано вот так. Ну то есть где-то посредине. С одним таким сегментом внизу, одним таким сегментом вверху. А может быть собрано в стандартный формат ATX. То есть можно оставить себе огромный запас места сверху, если он вам, конечно, там нужен. Либо расположить ATX плату посредине корпуса, либо переместить вот эту панельку вверх и расположить плату ATX. Что довольно забавно. Гибкость устанавливаемых материнских плат, ну она довольно большая. Mini ATX, без вопросов. Вот так. Mini ATX, ну и полноценный ATX. То есть без преувеличений вот этот форм-фактор, вот этот размер, это размер ATX. И сюда ставится по сути любая ATX плата. И единственное, за чем вы должны следить, это за расстоянием до ряда вентиляторов. Здесь и здесь. То есть слишком большие радиаторы могут не встать вот сюда под... Ну обычно его собирают с радиаторами, но могут не встать под даже фаны. Ну и соответственно по ширине платы многие платы будут закрывать вот эти отверстия. И провода будут красиво выходить типа из-за платы. Все особенности. Нет, это тоже еще не все. Хотя это и не EVO, самый трансформируемый корпус. Но здесь хватает своих прикольчиков. Например, установка блока питания. Я не зря все из него выкручиваю для того, чтобы вам показать максимум. У меня еще тут коробочка есть. Спасибо, что купили корпус. Даже если у вас его нет. И здесь есть кронштейны для установки помп. Больше кронштейнов для установки помп. Еще немножко заглушек. Да-да, это все вот сюда. Еще больше заглушек вот сюда. Но если вдруг вы не хотите оставлять вот эти. Есть две вот такие. И еще больше креплений. Эта пластина устанавливается сюда для установки накопителей. Ну, можно вот эту вот часть использовать как под установку накопителей. Хитрым довольно образом, но окей. Хотя нет, что я несу. Что за ***, я так что сказал. Вот сюда накопители ставятся только в ложке. Эй, так сойдет. Ну ладно. Эта штука для установки материнской платы ATX. Вот типа сюда ставится. Так вот. Пакет мешает. Чтоб на крепления были все на своих местах для длинной платы. Ну и из-под нее типа красиво выходят провода. И еще одна площадка для установки помпы. Раз площадка для установки помпы. Два площадка для установки помпы. Три площадка для установки помпы. Хоть обмажься этими помпами внутри. Набор креплений довольно большой. И это хорошо. Комплект болтов вряд ли вас заинтересует. Спасибо, что купили. Пожалуйста. И что из этого все следует? Я его прямо разобрал, показал и как бы... И что? Теперь давайте серьезно. Раз основная обзорная часть плюс-минус закончена, давайте посмотрим на корпус непредвзято. Блок питания, который ставится либо сюда, как ни странно, либо сюда. То есть он поддерживает установку в двух положениях. Конечно, правильное для него место сверху, а для корзины снизу. Но если вы хотите, как бы сюда его прикрутить тоже можно. Вот эти четыре посадочных места, как видите, совпадают с вот этими четырьмя. Но не каждый блок так встанет, но в теории и должны. Здесь же есть вот дополнительные ушки для блоков с тремя точками крепления. Блоки питания. Корпус серии Mini U11 Dynamic поддерживает только формата SFX. Соответственно, мы достаточно сильно ограничены мощностью на данную систему. Самый мощный, известный мне блок питания, такого формата 1100 Вт. Их производит либо Cooler Master, либо Silverstone. Все остальные блоки питания меньшей мощности. Что еще такого довольно интересного? Вот данная корзина, данная корзина не имеет Hot Swap. Хотя, судя по отверстиям, могла бы. Хотите Hot Swap, платите в кассу. Насколько я помню, к этому корпусу Hot Swap есть. Да, всего на два накопителя, но как бы, пожалуйста. И аксессуаров к нему можно купить на стоимость сильно превышающую, стоимость корпуса. Hot Swap к нему тоже не дешевый. Ну и, соответственно, все вот эти вот штуки стоят денег. Это, конечно, не самый, прям не самый их совершенный в этом плане корпус. То есть, Evo еще и может переворачиваться. То есть, устанавливаться ножки могут вот сюда. И корпус, соответственно, принимает вот такой формат. Здесь это не предусмотрено. Хотя, при должном желании, но не предусмотрено. Возьмите лучше правильный корпус. Сейчас еще что-нибудь, может быть, вам интересное покажу из инструкции на всякий случай. Вдруг я что-то пропустил, но на самом деле нет. Корпус довольно вместительный. Я листаю только для того, чтобы вам показать вот такую штуку. Вот такую. Да. Установка сюда всего остального. Корпус кажется небольшим, но вот здесь под высоту кулера 170 миллиметров. По длине видеокарты, ну если у вас здесь ничего нет, а здесь спойлер у вас ничего нет, тут только стекло. Может стоять waterway на переднюю панель, красивенький. Но anyway, 395 миллиметров, вот так в него можно поставить. Ну и 172 в ширину, то есть даже широкие видеокарты становятся без каких-либо проблем. Форм-факторы по блоку питания SFXL длиной до 16,5 сантиметров. Хотя если снять вот эту вот центральную часть, опору под накопители может быть еще длиннее. И в принципе она на самом деле вам не то чтобы сильно нужна, но на ней красивая надпись Leon Lee, которую вы не видите, потому что там закрытая, глухая стенка. И к чему это все нас приводит? К тому, что у 11 динамик мини, у нас корпус под кастомку. Брать его под обычное воздушное охлаждение, ну ребят, серьезно? Можно. Поскольку в него влазит ATX материнская плата, под три вентилятора сверху, три вентилятора снизу, без каких-либо вопросов. Продов получается достаточно корректный через графическую часть. Есть вентилятор сзади и в принципе вдох можно частично, ну или IEO поставить на вот эту панель двухсекционную, например. Организовать достаточно неплохой продув для видеокарты и всего остального. Но терпеть такие трудности по доставке этого корпуса в наш регион для того, чтобы собрать его на воздухе? Я не знаю. Можно, но слишком он уникален. SFX, ATX, вот это вот все. Ну и при этом он достаточно компактный. Стеклянные панели из каленого стекла тонированные, имейте это в виду. Никакой собственной подсветки или вентиляторов у корпуса нет. Это не хорошо, не плохо, это как есть. В этом плане корпус ну просто обычный. Качество изготовления местами среднее, но продуман корпус очень серьезно. И по большому счету понятно, что это корпус только для того, кто понимает с какой целью он приобретает нечто подобное. Да, в нем можно собирать обычные компьютеры. Особенно если в вашем регионе он стоит те же 150-200 долларов, и платить за его доставку не нужно. Но с точки зрения вентиляции обычный классический корпус типа 500-го DX, Be Quiet, собирать гораздо проще. Ну и, скажем так, организовывать в нем охлаждение гораздо проще, чем делать это влияние. Минусы? Да, они здесь безусловно есть. Во-первых, вот это вот пространство. Давайте я возьму что-нибудь для точных измерений. У меня тут есть немножко мятого радиатора. Он, кстати, целенький. И это 360-ка. Мы это сделаем вот так. Ну и четко видно для чего эти крепления. А также обратите внимание, что до материнской платы останется где-то сантиметров пять. Что довольно неплохо. Я померяю. Плата у меня тоже найдется. Правда простенькая. Не обессудьте. Это все-таки макет. Пусть и рабочий. Так у нас остается. Это в районе до стойки четырех с половиной сантиметров. Но до платы будет где-то в районе четырех. Поэтому при установке материнской платы важно понимать, чтобы она не упиралась чем-нибудь, в частности радиаторами своей системы охлаждения, в радиатор, который вы поставите. Причем сверху это расстояние. Наверх. Даже, наверное, немножко поменьше. Хотя, не падай. Хотя нет, одинаково. Мне кажется, одинаково. Ну и, как видите, эта X-плата сюда встает без малейших проблем. Примерно вот так. Красота неземная. Ну и, соответственно, радиаторами хоть вот посюда ее закрыть можно, но понятно, что вы там ничего больше не установите. И, соответственно. Радик. Он твой. Корпус выглядит достаточно забавным. То есть вот так под обычный видик его можно напихивать практически без ограничений. Но вот так ограничения все же будут. И хочу вам их показать, потому что, ну, а кто вам еще это покажет? Панель у меня сама немножко кривая, потому что она так приехала немножко кривой. Не берите до головы, это все доставка. Вот что я вам хотел показать. Сколько остается места? Еще примерно 1,2 сантиметра. Радиатор у меня 38 миллиметров. И, соответственно, тридцатка с рядом фонов сюда в целом должны становиться. Прям совсем в притек, потому что от пола до этой штуки у нас расстояние в 62-61 примерно миллиметра. Зачем я делаю такие измерения? Custom потом буду в нем собирать. Вы же знаете. В общем, возможности трансформации вместе с вот этой панелькой довольно широкие. Имеет ли смысл обычному простому смертному покупать такой корпус? Вы правда хотите знать ответ? В принципе, да. Ну, то есть, почему нет? Ничего сверхсложного в нем нет. С 140-ки три штуки наверх, три вниз, без водянки. Сюда может быть двухсекционочку или просто с кулеросом, с видиком стоящим, боком, например, или даже обычным способом. Корпус будет справляться достаточно неплохо. Но с эстетической точки зрения хочется, чтобы в таком корпусе было исполнено что-то особенное. Потому что корпус довольно вместительный, несмотря на свои небольшие габариты относительно обычных ATX корпусов. Хотя он довольно широкий, при небольшой высоте и глубине. И в целом выглядит достаточно забавно. Какие-то минусы, кроме озвученных ранее, ну, недостаточном в диаметре вентиляционных отверстий в алюминиевых панелях. Очень странном выборе фильтров, когда один фильтр у вас премиальный, а остальные, ну, серьезно. И, как бы, в остальном, да? Почему нет? Ну, то есть, минусы, по сути, только в этом. Возможности трансформации, ну, вот, трансформируемся. Да, вот эту панель можно в другое место перекинуть, попробовать там. Еще как-нибудь заморочиться, но зачем? Вот. Все, что нужно с ним делать. Ставить у него кастомную воду, собирать. Все это дело с видиком, возможно, стоящим боком. Получать от этого удовольствие. А, по большому счету, никаких особых нюансов по данному кейсу. Вот у меня прям каких-то особых претензий нет. Рама довольно устойчивая. Металл в районе миллиметра. Окраска. Порошковая могла бы быть местами, ну, выполнена получше, но она, в принципе, нормальная. Ну, то есть, не думайте, что я придираюсь, я просто вот в местах вот этих пропилов, ну, то есть, есть, бывают небольшие грехи покраски, там внизу есть. Ну, кроме цены, сложности доставки, минусов у него. Вентиляционные отверстия, фильтры. Классный корпус. Мне нравится. И я в нем сделаю проект. Ну, как говорится, а на этом разобранном в хлам корпусе, который мне теперь придется собирать обратно, у меня все. Всем пока. И до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok